Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 февраля. Память святого благоверного князя Всеволода, нареченного во святом крещении Гавриилом. Святой благоверный князь Всеволод, нареченный во святом крещении Гавриилом, был сыном великого князя Мстислава, сына знаменитого Владимира Мономаха. В 1117 году престарелый Владимир Мономах посадил сына своего Мстислава в Киевском Белгороде, чтобы иметь в нем помощника себе. А внука своего сына Мстислава, блаженного князя Всеволода, поставил князем на его место в Новгороде. Блаженный князь Всеволод проводил богоугодную жизнь и справедливо управлял вверенным ему княжеством, как то и подобает православным князьям. Он отвечал со всякими добрыми делами и добрым нравом, был богобоязнен, правдив, тих и кроток, и ко всем равным имел нелицемерную любовь. Князь Всеволод любил созидать храмы Божии, любил церковный и монашеский чин, давал им щедрую милостыню и чтил их, как братью Божию. Памятником его ревности к созиданию церквей служит построенный и на торговой Новгородской площади, на Петрятине дворище, великолепный храм во имя святого Иоанна Предтечи. Предельным храмом, снабженный дорогими иконами, весьма ценным Евангелием и всеми богослужебными книгами. Особо и грамотный он обеспечил содержание храма и причта, в части из пошлин со всех предметов торговли, из которых также значительная часть шла на содержание Софийского собора. Благочестивый князь был заступником вдовы-сирот, был милостив к нищим, упокоивал немощных и раздавал обильную пищу. В 1132 году отец блаженного князя Всеволода Мстислав скончался в Киеве и Великий Престол Киевский занял брат Мстислава Ярополк, который отдал Всеволоду Южный Переяслав, считавшийся старшим после Киева. С неудовольствием отпустили новгородцы Всеволода, между тем младшие сыновья Мономаха, дяди Всеволода, восстали за Переяславль против Великого Князя, предполагая, что он хочет сделать племянника наследником Киевского Престола. Один из этих князей Юрий Владимирович поднял оружие против Всеволода и хотел взять Переяславль. Святой же, услышав об этом и избегая междоусловия, без кровопролития ушел из Переяславля в Новгород, оставив Переяславль князя Юрию. Вольные новгородцы за это время уже успели забыть о благодетельном управлении Всеволода и не хотели было принимать его, но скоро одумались и пригласили к себе столь много благотворившего им князя. Вскоре после этого блаженный князь Севолод по требованию новгородцев принужден был идти с новгородцами с походом на Суздаль и Ростов. Это последовало следующим образом. Извеслав Мстиславич, по милости властолюбивого князя Юрия Довгорукова, из Турова, явился в Новгород за помощью против Юрия, дерзко оскорбившего Мстиславича. И новгородцы зашумели, вызывая защищать Извеслава против Юрия. Блаженный князь Севолод не желал иметь дело с дядей, а святитель Михаил отговаривал новгородцев от похода, указывая на опасности зимнего похода. Но в конце концов Севолод должен был подчиниться желанию новгородцев и идти в поход против Суздальцев и Ростовцев. Произошло кровопролитное сражение, но Суздальцы и Ростовцы одержали верх, хотя их пало более чем новгородцев. В том же году блаженный князь вместе с благочестивым архипастырем Нифантом основал великолепный каменный храм во имя святого Климента, но ему не удалось окончить его. В мае 1136 года вспыхнул в Новгороде мятеж. Гордые своевольные новгородцы в гневе за то, что не удалось им повеличать победы над Суздальцами, восстали против святого князя Севолода и объявили его неизложенным. «Нет нам от тебя помощи!» — сказали они святому и изгнали его из Новгорода. Тогда блаженный князь Севолод пошел в Киев к дяде своему великому князю Ярополку, сыну Владимира Мономаха. Ярополк дал Севолоду в управление Выжгород, но блаженный князь пробыл там недолго. Псковитяне, дорожа и благодеяниями, и высокими качествами Севолода, прислали выборных в Выжгород с усердным прошением, чтобы он пошел к ним княжить. В то время в Пскове не было князя. Святой Севолод согласился и пошел княжить в Псков. На пути, когда он проходил мимо Полоцка, князь Полоцкий Василько, услышав о приходе святого, поспешно вышел к нему навстречу. Обратился к святому с братским охристелом за ним и приветствием. Дал ему много даров и проводил его с великим торжеством. Между тем, жители Пскова вышли навстречу блаженному князю Севолоду во главе с духовенством с честными крестами и так приняли его в город. И была великая радость в Пскове по причине прихода святого. Равным образом и святой радовался по поводу прихода своего в Псков, как бы в горне Иерусалим, провидя духом, что честные мощи его будут положены в нем. И тот тяжа начал княжить, справедливо управляя псковитянами до самой кончины своей. Благочестивый князь немедленно заложил каменный храм во имя Святой Троицы, оконченный в следующем году. Латинствующие народы все боялись самого имени святого и не смели нападать на Псков. Святой князь Севолод княжил в Пскове один год с небольшим. Потом по изволению Божьей он впал в тяжелую телесную болезнь, причастившись при чистого тела и крови Христовых на исходе души своей и преподав мир домочадцам своим и всем гражданам псковским, он отошел ко Господу и приложился к отцам своим, где все святые упокоиваются. Представление блаженного князя Севолода Гавриила последовало в четверг в сырной неделе 11 февраля. Тело святого положили, провожали в честью все граждане псковские, игумены и духовенство множество и положили в церкви святого великомученика Дмитрия Солунского. Месть же и щит блаженного князя Севолода поставлены были на его гробе, в похвалу и на утверждение города Пскова, где находится и до ныне в Троицком соборе. Спустя 52 года по блаженному представлению святого благоверного князя Севолода Гавриила, мощи его были обретены нетленными. В 1192 году святой князь явился в видении одному богобоязненному человеку и сказал, «Объяви властям, чтобы перенесли мощи в храм святые Троицы. Там хочу я возлечь. Господь Иисус Христос предал мне город Псков, чтобы хранил я его». Тогда же святые мощи его благоговерно перенесены были в Троицкий собор. Это было в 1132 году. С тех пор при гробе блаженного князя Севолода начали истекать многоразличные исцеления с верой приходящим к его святым мощам. Во славу Христа Иисуса, Господа нашего. Ему же подобает слава ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.